Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Далее разрешите я переключу на терминал Bloomberg и здесь давайте посмотрим, что у нас творится перед сегодняшним открытием. Ну, прежде всего надо подчеркнуть, что торговля новогодняя, это значит, что объемы торгов крайне малы и движения неустойчивы, и на них сильно надеяться не стоит, но тем не менее, что есть, то есть. Итак, смотрим на то, как закрылись вчера американцы, здесь у нас рост на процент, то есть практически полностью перекрыли вчерашние падения, что, конечно, позитивный фактор, причем давление со стороны быков сохранилось в течение всего дня на ваших экранах, индекс широкого рынка S&P 500, и здесь мы видим, что закрытие прошло у нас на максимумах дня, и это хорошо. Поддерживали оптимизм покупателей, хорошие макроэкономические данные, вчера и рынок труда порадовал, и рынок недвижимости, и чикагский индекс деловой активности также вышел совершенно неплохим, плюс там еще и в компонентах новых заказов приятная ситуация, что говорит о том, что позитивная динамика, наверное, перекинется и на январь. Соответственно, эти данные позволяют нам надеяться на хорошее SM-мунифэкчжинг, это индекс деловой активности в промышленности Соединенных Штатов, который выйдет 3-го числа, во вторник. Это какое число будет у нас? Это будет 3-е число, если... Да, 3-го числа, когда мы начинаем торговлю, соответственно, вечером выйдет SM-мунифэкчжинг, который, скорее всего, будет неплохим, плюс в пятницу очень хороший рынок труда, судя по всему, нас ждет. Соответственно, следующую неделю, скорее всего, завершим выше текущих уровней. Так, ну, к повестке дня мы еще вернемся, а сейчас давайте посмотрим на то, что происходит в... Прошу прощения, что происходит в Азии. В Азии у нас следующая динамика, плюс полпроцента прибавляет Nikkei, Hanseng также 0,4 вверх, в Шанхае у нас рост почти на процент, и в Австралии небольшое снижение на треть процента, то есть динамика, скорее, разнонаправленная, но большинство рынков все-таки в зеленом цвете. И если мы посмотрим на Австралию, то здесь у нас внутри дня следующая динамика. Здесь мы, ну, скорее, около минимума дня, но потихоньку начинаем отскакивать от них, и это, ну, скорее позитив, наверное. Но еще раз повторю, что динамики сейчас трудно верить, все может развернуться в любую минуту. Так, по фьючерсам на американские индексы у нас следующая картина. У нас примерно 0,2% теряют S&P 500, фьючерсы на S&P 500 и Dow Jones, и около нуля стоит Nasdaq, что, наверное, не очень хорошо, конечно, да, но без особых каких-то панических настроений. И рынки просто корректируются после вчерашнего роста. И тем не менее, я подчеркнул, что FTSE 100 фьючерс на индекс британского рынка сейчас растет на пол процента. Это говорит нам о том, что Европа сегодня откроется, скорее всего, неплохо. Внутри дня давайте посмотрим на S&P 500, и здесь у нас следующая динамика. Здесь мы видим, что индекс торговался где-то до 6 часов утра, и в 6.30 ушел вниз, и сейчас торгуется ближе к нижней границе. В 6.30 у нас выходил HSBC PMI китайский, вышел пересмотр HSBC PMI, вышел чуть хуже, чем предыдущий уровень. Ну, все, в принципе, знают, что в Китае у нас не очень хорошая ситуация. Но вот фьючерсы на американские индексы решили отреагировать, в отличие, кстати, от самого, самих фондовых индексов Китая. Так что здесь плохая новость завершилась, и дальше, наверное, будем восстанавливаться. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Так, далее для того, чтобы поговорить о внешнем фоне, давайте перейдем на рынок сырьевой, и здесь у нас следующие цифры. 108,2 доллара за бочку марки Brent просит сейчас в Лондоне, и это выше на 0,18% вчерашнего закрытия. Ну, и, соответственно, это выше уровней, на которых мы торговали вчерашний день. Так что со стороны нефти у нас позитивные сигналы для российских фондовых рынков. На пятую часть процента растет WTI, 99,85, почти вплотную приближаемся к 100 долларам, и это хорошо. Золото у нас немножко корректируется, но уровни достаточно низкие, и в целом, наверное, среднесрочный прогноз на несколько недель по золоту, наверное, скорее негативным. Но тот факт, что золото отскакивает, конечно, позитивный факт. И также в пользу спроса на риск у нас говорит медь, плюс 0,92% это позитивный сигнал, так как медь у нас является хорошим сигналом, характеризующим спрос на риск в текущей ситуации. Давайте посмотрим на рынок Форекс, и здесь у нас следующая динамика. Большинство валют в красном цвете, японская иена растет, доллар падает, это у нас, соответственно, изменение против американского доллара. Вот у нас евро, вот у нас японская иена. Такая ситуация говорит о том, что инвесторы уходят от риска, ну и движение заметное все-таки по пятую часть процентов, то есть в другую сторону, соответственно, раскоррелированы рынки сырьевые и рынки валютные, что, в общем, еще раз подтверждает, что рынки тонкие и двигаются куда хотят. Так, давайте на евро посмотрим внутри дня, здесь у нас следующая динамика, мы, очень похожа, наверное, ситуация на то, что происходит во фьючерсах, сейчас близко к минимуму дня, но вот обращаю внимание на то, что мы все-таки отскочили и пытаемся вернуться к уровню 1.2950, было бы неплохо туда вернуться сегодня днем. Думаю, что это цель для уровней, на которых мы будем открывать Европу. Так, про валюту поговорили, соответственно, сегодня на открытии торгов в Москве я бы ждал нейтральной динамики, возможно, даже с некоторым, да нет, наверное, и в ту, в другую сторону есть. У нас факторы все-таки, американские индексы у нас вниз идут и валютный рынок все-таки не располагает к покупкам, хотя, с другой стороны, не все хорошее. В общем, нейтральное открытие без особых перевесов в ту или иную сторону. Сейчас, уважаемые коллеги, разрешите я открою наш традиционный опрос. Пожалуйста, голосуйте, нас интересует ваше мнение по сегодняшней динамике индекса ММВБ, рост падения, отрицательная динамика, рост падения или нулевая динамика, или отсутствие идей, и через несколько минут мы подведем итоги сегодняшнего дня. А я пока в двух словах расскажу о повестке дня. Тут действительно будет два слова. Сегодня вообще ничего не будет происходить, никаких новостей. Все готовятся к Новому году, поэтому все будет достаточно тихо. Да, для тех, кто смотрит на индекс, на фьючерс, на индекс РТС, я сейчас его подгружу. А пока расскажу то, что думаю про следующую неделю. Да, сегодня ничего происходить не будет. Ну, из идей, наверное, это только закрытие шартов для того, чтобы не переносить их через Новый год, для того, чтобы не увеличивать свою налогооблагаемую базу. Поэтому это фактор такой скорее вверх. Также фактором вверх, который будет давить, это еще и ожидания по следующей неделе. Смотрите сами. У нас не очень хорошие новости выходят по Китаю первого числа в 5 часов. Вот кто будет праздновать до 5 часов, обязательно бегите к мониторам. Там выходит у нас основной китайский индекс деловой активности, который, судя по всему, отразит, что китайская экономика продолжает остужаться, что, естественно, будет не очень хорошим знаком. Плюс в понедельник пересмотр по Европе. Ну, это не так важно пересмотр, но, тем не менее, тоже цифры не очень хорошие, скорее всего, выйдут. Так что вторник начнем вяло. Но со вторника внимание, по моим ожиданиям, переключится на Америку. В Америке выходит ASM Manufacturing, индекс деловой активности в промышленности. Мы помним, что региональные индексы выходили очень даже неплохо и в основном компоненте, и в новых заказах, в опережающих компонентах. Соответственно, здесь ожидания у нас неплохие и сможем на этом подрасти. Ну, и самое важное событие в следующей неделе – это индекс, не индекс, это отчет по американскому рынку труда, где, судя по всему, мы увидим 150-200 тысяч новых рабочих мест. Соответственно, это было бы очень неплохо, и на этих ожиданиях, думаю, что мы можем серьезно подрасти на следующей неделе. Ну, и в целом, январь, судя по американской макроэкономической ситуации, будет очень неплохим, особенно в первой его половине. Далее у нас будут отчетности американских корпораций, это уже история, начиная с 11 января. Так что январь, может быть, и по выше текущих уровней закроем. Хотя, вот, начиная с февраля, ситуация будет переломываться в сторону не очень хороших данных из Европы и из Китая. Так что, медвежьи настроения на первый квартал у меня продолжают оставаться, но январь, судя по всему, будет неплохим, особенно первой его половином. Вот, поделился всем, что хотел сказать. Всем большое спасибо, нет, еще небольшое спасибо. Сейчас я закрою наш традиционный опрос, у меня уже есть результаты его на моем экране. 38% голосовавших проголосовали за рост, 6% за падение и 26% за нулевую динамику. Я бы сегодня голосовал за рост и ждал бы индекс МВБ в диапазоне 13.95-14.00. Думаю, что попробуем коснуться 14.00 и даже попытаемся, может быть, выше пойти. Так что сегодня я, результаты опросов на ваших экранах, сегодня я бы ждал хорошей торговли вверх. Всех поздравляю с наступающим Новым Годом, желаю в следующем году больших прибылей и сбычьи мечт. Увидимся с вами уже в следующем году. С 4-го числа вместе с вами будет Дмитрий Шигардин, а я присоединюсь к нему уже после новогодних каникул, после нашего Юлианского Рождества. Еще раз с Новым Годом, удачных сделок, удачных торгов и всех благ. До свидания, увидимся в Новом Году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова